всем доброго дня суток вы на канале сельская жизнь и с вами деревенская винокурья друзья сегодня я хотел бы поговорить о таком явлении как окисление окисление наших напитков дубовых бочек все мы знаем то что при настаивании в дубовых бочках наших напитков происходит окисление своеобразное чем лучше контактирует наш напиток так сказать клепка кислородом тем самым он приобретает свой прекрасный вкус цвет и запах все мы знаем что время настаивания зависит от объема бочки все мы знаем что время настаивания может варьироваться от 4 месяцев до десятками лет это зависит от объема нашей бочки у меня есть вот такой вот даренный прекрасный жбан хотя продавец его именовал как дубовая бочка но это сути особой роли не играет он обожжен ну жбан так жбан я поставил сюда кукурузный дистиллят так сказать самогон на кукурузных диких дрожжах как и положено я вымочил жбан водой затем виноградное вино с изабеллы разбавил с чачей до 20-30 градусов еще вымачивал а затем вот налил уже 45 градусный кукурузный так сказать дистиллят на 4 месяца я знаю что в 10 литровой бочки так сказать в нашем дубовом жбане напиток не сможет приобрести полноценный вкус запах благородного напитка поэтому я решил произвести аэрацию насыщение кислородом нашего дистиллята все наверное знают что чем больше контактирует напиток в бочке с клепкой так сказать с кислородом тем быстрее происходит окисление и наш напиток начинает приобретать вот такие вот нотки вкусовые запахи и во вкусе так как время у меня настаивание 4 месяца объем все-таки большой прикосновение напитка со стенками бочки небольшое и тем более я бочку еще провощил она побелела так вот прекрасно в подвале заставился я решил произвести аэрацию есть несколько способов на просторах интернета даже встречал вот как можно насытить так сказать кислородом наш напиток ну в частности я тоже много так производил когда настаиваю на дубовой щепель я переливаю с банки в банку тонкой струйкой тем самым напиток наш насыщается кислородом ну и по-своему происходит естественное окисление и напиток уже приобретает такие характерные специфические вкусные нотки сегодня ровно два месяца как мой дистиллят стоит нашей дубовой бочки то бишь жбань никак не привыкнув но хозяин нагло написал что это дубовая бочка но так как мне ее подарили близкие мне люди поэтому они особо не увидели разницу в бочке и жбань и приобрели жбан теперь у меня жбан как бочка или бочка как жбан так давайте посмотрим что у нас есть внутри таким вот сладочком мы сейчас вернем попытаемся откачать да за два месяца я скажу вам честно напиток не приобрел яркого насыщенного цвета вот такой легкий соломенный цвет в нем на запах на запах скажу вам тоже ничего оригинального нету посмотрим что через четыре месяца сюда выйдет с нашего жбана давайте подкушту и немножко ничего друзья ничего абсолютно хотя такой послевкусие какой миндальная есть послевкусие далеко-далеко послевкусие миндаля вот такой компрессор я покупал для своего аквариума дополнительно с очисткой шоу вставил я ну сейчас он стоит без надобности и мы его применим так сказать не по назначению друзья все дело пошло у нас мы можем накрыть это дело салфанчиком потом положить дополнительно полотенце и установить сюда компрессор честно скажу я сталкиваюсь с этим первый раз поэтому не знаю поставлю на часика три-четыре пусть поработает и снова опущу в подвал так что друзья пишите мне кто занимался этим кто с этим сталкивался обязательно всех выслушаю и отвечу ну на этом видео в принципе я и заканчиваю я думаю что айрация действительно будет не лишнее для нашего напитка на этом я с вами прощаюсь друзья всем пока пока